Уже сейчас в нашей студии появился очередной гость Елина Письменных, представитель Роспотребнадзора. И она будет отвечать на ваши вопросы, которые вы можете задавать в прямом эфире. Ну, красная линия сегодняшнего разговора – это общественное питание. Что мы можем, с чем мы можем встретиться, столкнуться в разных пунктах этого самого общественного питания. Звоните по телефону 236 95 37. С удовольствием будем отвечать на ваши вопросы. Елена Валерьевна, доброе утро. Доброе утро. Подскажите, сами сталкивались с такой ситуацией в общественном питании, что недовольны чем-то остались сами по жизни вот так вот? Конечно, я как потребитель также сталкиваюсь с такими ситуациями, когда качество услуги общественного питания, на мой взгляд, ну, не соответствует моим ожиданиям и, скажем так, заявленной услуги организации общественного питания. И я как потребитель знаю о том, как свои права защитить. И хочу об этом сказать всем потребителям. В случае, если потребитель столкнулся с некачественной услугой общественного питания, он имеет право на что? Во-первых, на безвозмездное устранение, значит, недостатков оказанной услуги, на уменьшение цены услуги общественного питания, либо продукции общественного питания. И может потребовать безвозмездного повторного изготовления продукции общественного питания уже надлежащего качества. Елена Валерьевна, у нас уже есть звонок. Алло, доброе утро. Представьтесь, как вас зовут и откуда вы звоните? Здравствуйте, меня зовут Марина. Хотела вот вопрос задать. Задавайте. Можно? Да, да. Вот была в кафе, пообедала. После того, как пообедала, официант подошел. Я попросила счет. Счет мне принесли. Ну, предчек так называемый. Вот. Я рассчиталась наличными и официант ушла. То есть ее так и не было. Счета конечного чека я так и не увидела. Вот. Ну, мне пришлось уйти. Вот. Хотела бы узнать. Вот. Должны ли после расчета сразу приносить чек? И если должны, какие мои дальнейшие действия, если его не принесли? Спасибо. Хорошего вопроса. Да, очень хороший вопрос. И с этим вопросом действительно часто обращаются потребители к нам на горячую линию или с обращениями письменными. Действительно, предприятия общественного питания при оказании услуги должны при расчете представить счет потребителю и, значит, в дальнейшем уже произвести расчет и потребитель должен оплату произвести. А вот в отношении применения уже контрольно-кассовой машины это компетенция налоговых органов. И здесь мы всегда гражданам рекомендуем, в том случае, если им не выдали чек, обратиться либо в налоговые органы, если в том случае, когда они обратятся к нам письменно, мы их обращение обязательно направим для рассмотрения уже. А вот предчек не является документом? Это просто информация о том, сколько вам предстоит заплатить? Предчек это документ, но все-таки порядок использования контрольно-кассовых аппаратов, это компетенция налоговых органов. И здесь они более правильно установят, есть нарушения, либо нет. То есть наши зрительницы все-таки неправильно сделали, что не принесли чека, должны были принести чек? Ну, я полагаю, что неправильно. Полагаю, что неправильно. Но к ответственности здесь уже может привлечь налоговые органы, к административной ответственности за допущенное нарушение, если такое было. Хорошо. У нас еще один звонок есть в студию. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот торговля в Солнечном идет. Ни на одном, когда отпускают товар, абсолютно на витрине не видно, сыр это или сырный продукт. Не указан ни на одной этикетке процент жира. То, что они отпускают, покупатель не видит абсолютно. Отпускают по какой цене, что, чего. Все это спрятано, все это не видно. Куда смотрит Роспотребнадзор? Не видно, откуда это. Сыр это, пишут просто, но не видно, сыр это или сырный продукт. Скажите, пожалуйста, это происходит в магазине или все-таки какая-то несанкционированная стихийная торговля? Это в Солнечном. Ну, это рынок или магазин все-таки? Нет, это на рынке. На рынке? Как? Ну, на рынке, в ларке они там или как, отделы. Хорошо, спасибо. В Солнечном. Обратите внимание, ни на одном, в этом нету, не указан, откуда процент жира, сыр это или сырный продукт. Ничего. Мы вас поняли. Мы не видим, что нарежут там. Весы не видно, цены не видно. Что творится, это ужасно. Типичная ситуация для рынка. Пусть не идет потребитель на взор. Давайте мы все-таки по возможности дадим ответ потребителю, как поступите, значит, обратившиеся потребительницы. Ну, я думаю, те нарушения, которые вот сейчас были озвучены, это действительно нарушения, нарушения законодательства, в том числе о защите прав потребителей, нарушения требований технических регламентов. Поэтому в таком случае правильнее будет обратиться к нам в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю письменно, либо лично направив обращение, значит, в приемную, либо через сайт управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, обозначить все факты, которые вот сейчас прозвучали, указать точный адрес вот этого рынка или стихийного, либо санкционированного. И при рассмотрении обращения будут приняты все меры административного воздействия с тем, чтобы эти нарушения были устранены. И хозяйствующий субъект понес административную ответственность. Ну, это обязательно. А вот на такие обращения вы реагируете только, когда они поступают? Или у вас есть какие-то запланированные рейды вот вашего ведомства по магазинам, рынкам, неважно? Конечно, у нас есть и плановые мероприятия по надзору, и в отношении организации торговли, и в отношении организации общественного питания. Но вот в качестве примера скажу, что в прошлом году проведено 348 надзорных мероприятий в отношении хоссубъектов, которые оказывают услуги общественного питания. По результатам этих проверок привлечены к административной ответственности 330 хоссубъектов. В отношении 10 были приняты меры судами административного воздействия в виде приостановления деятельности. Ничего не останавливают людей, ничего, все равно нарушают. У нас есть еще один звонок. Алло, доброе утро. Представьтесь, как вас зовут? Доброе утро. Валентина. Валентина, откуда вы звоните, Валентина? Ну, Красноярская пробка. А у меня такой вопрос, если сложно, о семенах. Мы вот лет пять уже берем на Вавилово, едем в такую даль, в магазин хороший. Но в этом году, вот посадила томат, перец, цветы, редиску, ничего не взошло. А если взошли 2-3 семечка, они не дают третьего листа. Так и сидят до сих пор. Вот какой такой порядок? Могут ли вернуть или заменить семена? Или они опять эта же партия? Дело в том, что сейчас морковь сеять, свеклу, у меня будет все пусто. Ну, понятно. Селень, лук, но я на 2 тысячи там набрала. Да, да. Вот сезонные проблемы. Действительно, проблемы это сезонные. Не могу сказать, что это совершенно компетенция отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения. Но все же надо помогать потребителю. И давайте скажем, что, конечно, при приобретении некачественного товара, будь то пищевой продукт или непродовольственные товары, конечно, в соответствии с законом о защите прав потребителей, человек имеет право обратиться в организацию торговли с претензией. Лучше это сделать письменно, обозначив свою проблему, в чем не устроило качество приобретенного товара. И в том случае, если претензия не будет удовлетворена или рассмотрена, уже обращаться в управление Роспотребнадзора. Ну, вот, а то, что касается еще именно такой специфичной группы товаров, как семена, здесь, я думаю, еще и не лишним будет обратиться потребителю в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Чтобы они проверили семена, да? Да, да, чтобы именно была проведена проверка в схожести семян, наличие на них необходимой информации. Ну, а мы, управление Роспотребнадзора, уже права потребителя, конечно, в части своей будем защищать. Мы готовы также ответить на следующий вопрос. У нас уже есть звонок. Алло, доброе утро. Доброе утро. Я из Основоборска. Меня интересует, почему уже годами шоколад продается в магазине «Курс» без цен вообще? Вообще. Причем белорусский шоколад, он идет разных названий. И вот этот 200-граммовый, если я беру большую плитку, допустим, шоколад с одним названием, то потом покупаю, там уже совершенно как бы батонообразная масса. Но и цена, да, и та же. 200 там с чем-то, я не помню уже. Говорю продавцу, никакой реакции. Да, да, мне это уже идет. Вот в прошлом году, в этом году ни одного ценника нет. Пожалуйста, хотела бы знать, как это допускается в магазине. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Конечно, отсутствие ценника – это недопустимая ситуация в организации торговли. Правила продажи предусматривают обязательно наличие ценника с информацией о цене товара. Отсутствие ценника – это, еще раз повторю, нарушение правил продажи и влечет административную ответственность для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Поэтому в случае обращения к нам в управление потребителя с информацией письменной обязательно будут приняты меры. И проведена проверка, видимо, да? Видимо, возможно, либо проведена проверка, либо есть другие меры административного воздействия. Возможно, будет выдано хозяйственному еще субъекту предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Но меры в любом случае будут приняты. Я так понял, еще меняли товар. То есть, вот сейчас один был товар, потом сменили на другой. Нет, я понял, что так, что иногда ненадлежащего качества товара в том плане, что шоколад, да, подтаявший. Ну, не покупайте подтаявший шоколад. Зачем, да? Это же нарушение правил хранения, я так понимаю. При приобретении пищевых продуктов в организации торговли очень правильно, когда потребитель обращает внимание именно на условия хранения пищевого продукта непосредственно на полке в магазине. И действительно, если потребитель видит, что нарушаются условия хранения, либо вот шоколад подтаявший, либо наоборот, пищевые продукты, которые требуют регламентированных условий хранения, допустим, определенные температуры, там, скажем, плюс 2, плюс 6, как для молочных продуктов, для колбасных изделий, потребитель видит, что эти условия нарушаются. Конечно, лучше отказаться от приобретения таких пищевых продуктов. Мы еще один звонок примем. Алло, доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Альбина, я из леса Сибирска. Я вот покупала нынче, это, ой, рассаживала помидоры, и у меня все помидоры пропадают, потому что мы разговаривали с женщинами, что земля нынче в магазине вообще нехорошая. Вот почему так? Я ее всегда смешивала в магазинную землю, свою, плюс песочек, там немножко золы, ну пропадают, и не знаю, сколько вообще, под четвертому заходу сажу. В чем дело-то? Спасибо, вот это неожиданно для нас. Никакого контроля нету. Вот раньше была компенсация, я слышу передачу, и продукты у нас были хорошие, и все качественно было. Сейчас никакого контроля незачем нету. И в магазинах действительно напишут состав такой, что не прочтешь и с лупой. Спасибо. Спасибо вам. Альбина, спасибо, да. Очень неожиданный вопрос в отношении качества почвы и земли, да, приобретаемой. Ну, повторюсь еще раз, что потребителю предлагаю все же обратиться в управление письменно, и мы ее проблему в любом случае решим, либо порекомендуем, как ей поступить в этом случае, когда она приобрела некачественную почву и землю, либо направим ее обращение в тот орган, который может ей помочь в этом разобраться. Но все-таки земля, вот она, если упакована по всем правилам, это все-таки товар? Это товар, конечно. И в любом случае потребитель имеет право на приобретение качественного товара, даже если это земля, и имеет право ознакомиться со всей информацией, которая должна быть предоставлена потребителю на упаковке этого товара. Ну вот, так что все решаемо, в принципе. Этого товара все решаемо. Обращайтесь, желательно письменно, и тогда уже точно маховики закончатся. Конечно. Сегодня у нас в гостях эксперт сегодняшнего утра, завеститель начальника отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения, управления Роспотребнадзора Елена Письменных. Мы говорим вам доброе утро еще раз, да, и всем телезрителям, кто присоединился к нам. Ну а мы уже обязательно на следующей неделе также пригласим специалиста. Мы каждый день, у нас в программе есть специалисты по тому или иному сферу деятельности и жизнедеятельности, поэтому смотрите всегда. В 8.00 мы отвечаем на ваши самые актуальные вопросы. Ну а еще одни актуальные вопросы, которые возникали у девушек нашей редакции накануне, это вопросы, как же сделать себя настолько красивой, чтобы камера от тебя просто была в восторге. И вот некоторые решились на себе проверить, какие же есть бьюти-новинки в этой самой сфере, чем же можно нас, мужчин, удивлять. Честно говоря, некоторые попытки нас напугали.